Всем доброго дня! Меня зовут Татьяна и вы на канале о вышивке Крестов. У меня сегодня так удачно сложились обстоятельства, неожиданно для меня самой, что я осталась дома на целый час одна. И еще день, еще есть дневной свет. И поэтому я решила спонтанно снять видео о своих впечатлениях о зимней формуле рукоделия, которая прошла во прошлой неделе. Рассказать про нашу вышивальную встречу, какие-то самые очень интересные моменты. И рассказать про свои текущие процессы, что у меня вышивается на данный момент. Надеюсь, вам все это будет интересно. Давайте, наверное, начнем с впечатлений о формуле рукоделия. Ну и, конечно же, всех интересуют покупки. Впечатления у меня самые позитивные. Мы были в четверг к открытию, когда еще все товары были в наличии, скажем так. Что я купила? Из вышивального рукодельного я приобрела совсем-совсем чуть-чуть. Это вот такие металлические нитки. Неожиданно для меня покупка. Значит, как получилось? Наверняка кто часто ходит на формулу рукоделия, вы знаете, что, по-моему, практически на каждой формуле участвует женщина. У нее называется, по-моему, стенд «Кружевница». И она продает металлические нити перле кружева, которые она покупает в Турции. Привозит. Это она делает уже много-много лет. Постоянные посетители уже ее знают. И я не собиралась ничего покупать. Но дело в том, что я проходила мимо ее стенды. И я смотрю, две наших девочки там стоят. Это Аня Кира и Юль Башилова. Ну, естественно, я пошла посмотреть, что же они там выбирают. И вот, как обычно это бывает, стадные чувства. Девочки выбирали металлики себе, нитки. Ну, и ты понимаешь, что сейчас у них это все будет, а у тебя этого нет. Тебе же это тоже все срочно надо. И я не удержалась. Купила я вот такие нитки металлические. Мы их там внимательно посмотрели. Это венгерский, если я не ошибаюсь. Да, это Венгрия. Это уже можно сказать, что остатки. Потому что хозяйка этого магазина, она сказала, что сейчас сложно с закупками. Она распродает то, что у нее есть. Цены сильно поднялись. Мы посмотрели, что это металль достаточно мягкий. И им, наверное, будет неплохо вышать. Я еще не пробовала. Но выглядит он очень обнадеживающе. Я люблю... Как бы сказать, не то, что люблю. Я пользуюсь металликами непопулярных, неизвестных фирм. Потому что вот у меня случился положительный опыт, когда я вышивал вот этих лошадок. Сейчас мы к ним перейдем. И не брендовые металлики, они сутки гораздо дешевле. Здесь 100 метров. И такая одна катушка стоит 450 рублей. Да, за катушку это дорого. Но так как здесь большая намотка, поэтому я думаю, что это выгодная покупка. Вот те цвета, которые мне понравились, я купила. И две пуговички керамические я купила. Там, в виде домика и белого медведя. Ну, ты думаешь, я уже просто убрала. Не планировала снимать видео, поэтому не буду сейчас уже доставать. Основные мои покупки были не рукодельные. Часть из них вы видите. Это вот эти баночки от Натальи Жуковой. Наверняка вы все знаете этого мастера. Потому что наши девочки часто покупают у Натальи ее изделия. Вот в таком. Самое известное у них это грушевое дерево. Грушевое, да. Такая вот емкость банка для хранения сыпучих изделий. Это был комплект из трех банок. Можно было купить по отдельности. Можно было купить комплект. Комплектом было дешевле, поэтому мы сами скооперировались. И вот две банки я себе забрала. Одну банку они себе забрала. Вот. Они, в принципе, смотрятся хорошо. И по одной, и все вместе. И вот такой вот грибочек. Это подарок на Новый год Анни Кир. Она его сама выбрала. Я себе там выбрал другой подвес. Мы просто ими обменялись. И пока он лежит, этот грибочек до Нового года у меня, потом это я подарю Аню. Вот. Также я купила одну разделочную доску дубовую большую. Забыла, как называется, производитель. Ну, тоже они, по-моему, часто бывают. Потому что нам пришла необходимость, да. И купила я льняное одеяло. Я, по-моему, на прошлом году, как раз тоже после зимней формулы рукоделия, рассказывала про свои впечатления. И... Ну, настолько меня эти одеяла впечатлили, что произвели такое неизгладимое впечатление, что я весь год их искала, так не смогла найти. Их нет нигде, ни на каких торговых площадках, в интернете и так далее. Их можно купить только на формуле. Ну, вот, в вашем случае мне, да. И в данный сегодня, сегодня, в этот раз я взяла номер телефона хозяйки этой торговой точки, и чтобы в дальнейшем просто через телефон заказывать у нее эти одеяла. Дело в том, что мне такая особенность, меня очень сильно бьет током. Особенно зимой от этого электростатического напряжения, от воды в кране, от машины, от... Ну, просто от вещей. И у кого-то это хумерено, мне это очень сильно. И поэтому я постоянно пользуюсь... Ну, мало того, что кремами, да, и стараюсь пользоваться льняными вещами, потому что я где-то прочитала, что именно лен, и только лен снимает с человека вот это электростатическое напряжение чрезмерное. И летом, когда уже у меня просто терпение лопнуло, я купила льняные одеяла на Валберес у производителя Слуцкие пояса. Если вы забьете, вы так сразу найдете этот магазин. Это белорусский производитель. Большая это фабрика, и вот они производят как раз те одеяла, у которых стопроцентная, ну, максимальный процент льна в наполнителе. И плюс еще сама, как это называется, ткань одеяла, она из хлопка сольного. Потому что у кого-то там бывает еще полиэстер, мне такое вообще не подходит. И в этот раз на эту формулу я тоже пришла и купила еще одно одеяло на льняное. Вот как раз у этих производителей. Производители в Костроме, Костромская фирма. Уже этим одеялом пользуюсь. Сравниваю с белорусским. У меня они очень понравились. Причем я взяла, у них есть два варианта толщины. Побольше, потоньше для теплого времени года и потолще для зимы. И вот я взяла потоньше. И вот я под ним сплю. При том, что у нас в спальне не жарко. Особенно, когда сильные морозы. И под ним тепло. Хорошее одеяло, оно легкое. Оно легче, чем белорусское. Я довольна. Вот все это. Все мои покупки, которые я сделала на формуле рукоделия. В принципе, мне даже больше показать нечего. Также я хотела передать большой привет Надежду. Если я правильно помню, да, ваше имя. Мы просто женщина, моя зрительница, с которой мы встречались на прошлой зимней формуле и сейчас. И Надежда каждый раз мне презентует небольшой подарок. Мне это всегда очень приятно, неожиданно. И в этот раз Надежда мне подарила такой, знаете, маленький мешочек. Там много-много всякой мелочи, но очень нужный. Причем даже какие-то вещи, знаете, как, например, кольцо металлическое для нити. Вот когда вы, например, нити ручного окрашивания у вас на бирках, да, они вот вешки на большое кольцо, с брелком. Я о таком мечтала. И Надежда мне подарила, мне было очень приятно. Так что спасибо вам большое. Я была очень рада с вами опять встретиться. И потом мы поехали на нашу вышивальную встречу. Мы стараемся после формул встречаться, да, потому что обменяться впечатлениями, показать покупки, подарки, чтобы некоторые, например, несли по второму разу после этого, потому что не все можешь увидеть сразу. Какие-то интересные приобретения, какие-то интересные продавцы и так далее. И о чем мне хотелось бы рассказать про нашу встречу, это о двух новых вышивальщицах, которые к нам пришли на встречу. Значит, первый вышивальщиц это Ирина. Ирина, тебе большой привет. Она к нам приехала из Нижнего Новгорода. Представляете, специально человек к нам приехал на встречу из Нижнего Новгорода. Не на формулу рукоделя, а на к нам на встречу. И Ирина работающий человек. У него в среду так случилось, что был выходной, и она его решила потратить на то, чтобы к нам попасть на встречу. Мне было очень это приятно. Я даже сказала, что у нас от таких моментов повышается даже самооценка. То есть мы повышаем свою значимость, когда человек специально приезжает из другого города. Это, конечно, очень приятно. И всегда интересно познакомиться, пообщаться с вышивальщицами, с которыми ты не видишь себя каждый день. Так что Ирина, я очень рада, что ты к нам приехала. Спасибо тебе за вкуснейшие шоколадные конфеты, которые нам Ирина всем привезла. Подарок чая. Я надеюсь, что у нас еще будет повод встретиться с тобой обязательно. И вторая вышивальщика Светлана надолго к нам хотела попасть на встречу, но все стеснялся. И вот преодолев свое стеснение, Светлана к нам попала на встречу, принесла тоже наше свои работы, Ирина привозила, и Светлана. И вот я хочу просто один момент вам рассказать, который меня потряс до глубины души. Там много было всего интересного. Светлана привозила там игрушки, различные вышивки свои. Но больше всего меня подрисло тот случай, что Светлана кроме вышивки еще занимается японским петчерком. И у нее с собой была одна сумочка поменьше, другая прям полноценная сумка с японским петчерком. Из техники японского петчерка сделана. И Светлана рассказывает, как она эту сумку сшила. Дело в том, что два года назад была формула рукоделия в феврале месяце. Вы наверняка помните, что это была сложная формула тогда для всех. И вот она, Светлана возвращалась, с этой формулы шла к машине, уже хотела уезжать, а в таком мыслях упала и сломала две руки. Сложные были переломы. Представляете, да, это вообще для обычного человека это проблема, а для вышивальщицы, которая привыкла работать руками, это вообще ужас какой. И так случилось, что две руки были в гипсе, но в гипсе, что кончики пальцев были свободны, и они двигались. И вышивать Светлана не могла, потому что гипс мешался. Так как был сделан гипс, что он опирался в канву. И поэтому, чтобы не сидеть без дела, Светлана сшила сумку. Вы можете себе представить, человек с двумя сломанными руками сшил сумку из японского печерка. Я наверняка уже вставила фотографию, чтобы вы посмотрели на это произведение искусства. У меня это в голове не укладывается. Я человек с двумя здоровыми руками, я это не могу сделать. А то человек в гипсе, это вообще. Так что Светлана прям аплодирую стоя. Ну и как всегда, у нас было много работ, новогоднюю тематику, игрушки и так далее. Огромное количество красоты, но отдельно хочу вам показать фотографию. Как раз вот Юлия Башилова принесла оформленный сэмплер. Помните, у меня был года 2-3 назад совместный проект по сэмплеру и журналам про корзины птицы. У нас такое было условное название на него. И Юлия его вышел давно, она всю серединку не могла придумать. И ей пришла гениальная мысль, вот на мой взгляд, это вообще прям 5 баллов. Юля вышла рецепт бабушкиных блинов. Представляете? То есть настоящий рецепт, который они хранили над бумажкой, как зеницу окон, протяжении там уже многих-многих лет. А Юля вышла в этом сэмплере и сделала баннер. Теперь этот баннер у них висит на кухне. Сшита потрясающая идея. 5 баллов. Так что Юля тоже большая умничка, большая молодец. Я прям в восторге. Вот я тоже хочу вам показать фотографию, чтобы вы посмотрели, порадовались вместе с нами. Какие у нас девочки-рукодельницы? Хотя у нас намного всего было интересно, но это вот то, что у меня прям запомнилась, и хотелось вам рассказать и показать. Ну что, давайте не будем, наверное, долго затягивать, потому что уже темнеет, и несмотря на то, что еще нет трех часов, но я хотела бы быстренько пройтись по тем работам, которые у меня есть. Давайте, наверное, начнем с лошадок. Я вам сейчас вставлю видео о подробностях вышивки этих лошадок, но покажу сначала их при свете, потому что у меня там съемка была вечером под лампой. Вот видите, здесь у меня металлик, да, бисер. Вот так это выглядит с обратной стороны. Я вам видео рассказываю про особенности. Сейчас я уже даже их не вспомню, что как. Просто демонстрирую, как это выглядит при дневном освещении. Довольно очень у меня результатом. Буду обязательно что-нибудь еще вышивать от жар-птиц, тоже вот в таком вот формате в виде новогодних игрушек, но не знаю, в этом году, наверное, вряд ли, ну, вернее, это зимой. Вот такой бисер, металлик, замена цвета лошади, и цвет бэкстича я поменяла здесь тоже. Так, давайте я вам оставлю видео, вы внимательно посмотрите. И хочу я сейчас немножко вам быстренько рассказывать про свои замены в лошадках. Вот снимаю с руки, к сожалению, другой возможности нет. Снимаю под искусственным освещением, поэтому все выглядит темнее и контрастнее. Вот такие мои лошадки. Очень довольна я этим отшивом. Значит, смотрите, что у меня получилось. Во-первых, на обложке мы видим, что здесь цвета более теплые, более винтажные. На самом деле, когда вы покупаете набор, вот взять даже тот же самый розовый цвет, это не винтажный розовый, это прям, ну, достаточно яркие, свекольные такие оттенки. И вот видите, вот эти очень яркие, зеленые, бирюзовые. Ну, то есть яркий набор. Это надо учитывать. Первую лошадку я вышла на красной основе. Меня, конечно, смущало вот эти розовые, но потом, когда вышиваешь, в принципе, все нормально, ну, все прилично выглядит. И вот я бы фиолетовый уже здесь бы поменяла, здесь я не стала его использовать. Ну, ладно, как есть, так есть. В принципе, он здесь неплохо смотрится. И добавляла я в крестики металлик и немножко в бэкстич. Я вам пока говорила, вот так вот у меня есть металлик от магазина Лепта. Это не брендовый металлик, скажем так, а какой-то, по-моему, индейский или, может быть, там, российский, не помню я его точно. Нити стоит из трех, я сразу целый вышивала. И вышивала не накладной нитью, а прямо бэкстичем. Единственное, что у меня к вам такое предложение, вышивать именно швом роспись. Не бэкстич, а роспись. Это когда ты как бы идешь в пунктирной линии, да, в одну сторону, а потом скрываешь обратно. Тогда шов ложится гораздо ровнее. Здесь можно использовать все, что у вас есть, какие-то остатки, какие-то, может быть, ваши запасы. И вот как, например, с бисером я поступила. Вот в этой лошадке вот видите, у меня использован бисер Тоха Аппетит 558 цвета. Это вообще один из моих любимых. Такой холодный, холодное белое золото. Не серебристое, но вот белое золото. Красивый цвет, вообще универсальный. Часто я его использую. В этой красной лошадке в елке вот у меня слегка розовый. Это тоже, по-моему, Тоха. Вот 127-й аппетит. Я просто когда стала уже пришивать, выбрала несколько оттенков, которые мне показались поинтереснее, я пришила. Сейчас, конечно, бы я сюда пришила тоже вот этот металлический, он более выигрышно смотрится. Вот этого розового не видно. А здесь были крестики, сначала вышла металлика, но потом поняла, что не очень видно. Сверху прямо на металлик пришла бисер. Вот у меня такой тоже комплект. Это тоже, по-моему, Тоха мне. Лена Конькова подарила. Лена, тебе большое привет и огромное спасибо. Ты же пользуюсь твоим набором. Здесь ассорти. И вот маленькие светло-зеленые я как раз использовала здесь. очень удобно. И, значит, что основная моя замена была, это вот в этой лошадке тело вышить. Вот здесь, смотрите, вполне такая вот рыжая лошадь, да, такая, ну, ну, нормальные цвета. но когда ты начинаешь вышивать, вот надо было использовать вот этот цвет, вот этот, по-моему. Короче, это очень, вот они, вот, даже на камеру они выглядят поприличнее, но когда ты начинаешь вышивать, это получается прям цвет лососи или персика. Очень много рыжего в этом. Я стала вышивать, мне не понравилось, потому что если бы еще само по себе, это ладно, но так как там уже были бирюзовые оттенки, розовые, вот с этим холодным бирюзовым оттенком, вот этот персиковый выглядел, на мой взгляд, вообще вот, ну, некрасиво. И я поменяла, просто взяла из того, что у меня было, в наличии у меня были гамма, и я выбрала цвета, которые более такие коричнево-холодные. Сейчас, опять же, у вас потемнее смотрятся, они более светлые. Это 30-35, 0-0-56 и 30-21. Ну, такую растяжку сделала, коричневого-холодного оттенка. Она, конечно, получилась у меня чуть-чуть темнее, чем надо было бы, но так как я торопилась, там уже ночью я выбирала это, что первый подруг попался. В принципе, неплохо. Все равно это лучше, чем вот тот персиковый цвет, потому что сама по себе лошадь. Тут много вот именно холодных оттенков, и вот тот персиковый выглядел, ну, неуместно, на мой взгляд. Вот. Опять же, сейчас вы не видите металлика, он не так сильно передается, но... А металлик я заменила вот все те цвета, которые вышивались вот этот желтый и темно-желтый яичные такие оттенки. Это это копыта. Ну, то есть, вот эти желтые цвета, они как бы должны имитировать золото, да, вот его пряжки вот здесь вот. Тоже мне не понравилось. Вот так оно выглядит поделикатнее, скажем так. Я извиняюсь за шумы на заднем плане, дверь не закрыла, ну, ладно. и пришлось мне дверь закрыть, а уж очень громко получалось. И опять, представляете, стала снимать, а у меня стала рябить экран. Почему-то, поэтому более теплый сейчас оттенок света. Значит, что я хотела сказать, значит, поменял ложь. И поменяла я бэкстич, я не вышивала бэкстич черным цветом, потому что слишком контрастно было, да. Я взяла вот тоже первый попавшийся под руку, попал 844-й, это DMC уже. Оно смотрится как-то поделикатнее. Бэкстич конечно нельзя, потому что проработка дизайна требует именно окантовки. Но хотелось понежнее, поэтому я поменяла на такой серый, темно-серый оттенок. Для оформления значит, я использовала с обратной стороны вот такой вот бархат, наверное, да, хорошей ткани, сама по себе это мне когда-то кусок отрезала Аня, вот мне под много что подходит, а здесь вот это синель, ну да, назовем это, но вообще-то на самом деле не синель, это пряжа для вязания синтетически, акриловая, она в матках продается, в Леонардо везде очень, она недорогая, у нее там разные есть оттенки, и вот это мне, по-моему, Лена Ветрова подарила, потому что вы покупаете один этот моток и делитесь там с пятью подружками, потому что вам это должно хватить, не знаю, на очень большое количество и времени и игрушек, тут много-то в принципе и не надо, и вот этот молочный цвет красивый, он сюда хорошо подошел, потому что сама идея была вот таких комочков снега, да, мне хотелось сделать, и конечно вот я например человек не особо прошу прощения, вот видите, даже пять минут не могу спокойно записать, короче, эту синель я очень рекомендую, ну не синель, а эту пряжу, да, для тех, кто только начинает свой путь в оформлении прикладном вышивки и она не только декоративную, да, в такую функцию несет, но и маскировочную, потому что когда вы сшиваете и неровные швы, они вот могут декорироваться вот такой пряжей, и скрывать вот эти некрасивые швы проще всего, потому что там с помпончиками еще какие-то, они все-таки требуют сноровки, а здесь как пришел, так пришел, но в принципе вы и видите, что вот кто кого глаз наметал, что у меня тут много недочетов, но я не очень люблю оформлять игрушки, ну не только игрушки, да, вот такое прикладное, нет, не очень хорошо получается, и как бы вот эта синель, она помогает скрыть недочеты, и сшивала я это ниткой Юли, такая вот она прозрачная, просто как тончайшая, как волос, вот видите, она прям совсем вот тоненькая, у меня не было подходящего цвета, ничего другого, Юли это делать неудобно, я делаю ее в две нити, брала, чтобы было покрепче, потому что она рвется, если что, вы имели ввиду, и ей сшивать не очень удобно, потому что ее не видно, она скользит, и, ну так она, с характером нитка, но зато у нее большой плюс, что ее не видно, когда вы сшиваете, то есть даже потом, когда вы внимательно смотрите, то вы ее не найдете и не увидите, а остальные нитки даже, ну которые у меня вот были, они толстоваты, их заметно, конечно, если бы, например, у меня был бы Титан 100 белый, какой-нибудь или прозрачный, им бы, наверное, было поудобнее, но я брала из того, что есть, вот все мои замены, тут в принципе вот эти дизайны небольшие от Жар-птицы хороши чем? Тем, что тут можно поиграться, можно было бы какие-то металлические шармы, пришить какой-нибудь колокольчик или еще что-то, вот, но я не стала перегружать, мне и так очень нравятся, они такие достаточно винтажные и, чем мне вот именно в таком варианте, в мягком, да, они очень тактильные, все-таки пластик грубоват, на мой взгляд, да, как мне хочется ощущать игрушку, вот, а здесь ты чувствуешь и бисер, ты чувствуешь и металлик, и вот этот мягкая окантовка, и бархат, ну, они такие вот приятные очень, я довольна этим дизайном, сейчас уже начала присмотреть, что там еще есть, жар-птица, и вот такой вариант елочных игрушек, или там новогодних игрушек, да, не обязательно елку вешать, а куда-то, вот, у меня не деревцы будут зимой висеть, вот, очень даже неплохо, ну, вот, наверное, вы уже все посмотрели, да, вот такие вот меня получились лошадки, уже остатки у меня забрали, довольно, как я уже сказала, этим процессом, прям, я считаю, что все удачно сложилось, и что же я теперь вышиваю дальше, я вышиваю на данный момент, что у меня можно сказать, что на финишной прямой, значит, девочки, я вам все показываю прям, вот, на вкусно, потому что я же не планировала, так, это JustName, JustName, зимний сэмплер, как он, зимний блюз называется, да, упс, это вот такой вот очень известный, популярный буклет, я уже рассказывала, что в основе здесь белый ленка, шел 28 кампнет, поменяла на 53 цвет, который потемнее, мне так кажется, что он выглядит поинтереснее, значит, давайте посмотрим, что у нас здесь, значит, в чем у меня здесь сейчас загвозка, в том, что, нет, терпеть, могут, они, хоть я проклеила, они все равно, знаете, бывают, режут, так, в тексте, не хочу я вышивать на английском языке, потому что я не понимаю, не перевожу, не хочу кто-то всем заниматься, но я про текст вспомнила в последний момент, когда уже стала завершать, и думаю, я же текста не придумала, сейчас вроде бы она шла, как вот четверг стежки про птиц зимой, вот, наверное, я его сюда напишу, вышью, а потом уже буду пришивать декоративные элементы, потому что я пока сделала только крестики и швы, бисер я не пришивала, потому что, он, видите, достаточно длинный и вкуснап, вот в эти стандартные, он не помещается, надо только ставить большие вкуснапы, тогда можно все сразу пришить, единственное, что я вот здесь вот пришила бусины, которые шли в комплекте, потому что там удобно было пришивать сразу, делая крестики, какие мои впечатления, мне нравится моя замена, как это выглядит, да, вот, вышивается легко, интересно, мне прям понравилось, это очень увлекательно, где-то вот это все я вышла за 3-4 вечера в общей сложности, единственное, что, чтобы я бы поменяла, если бы я вышивала бы его заново, да, я бы брала не восьмерку перле, а 12-й потоньше, потому что, на мой взгляд, здесь эта перле выглядит грубовато, я не знаю, если бы, как это смотрелось, это был бы белый лен, да, может быть, там эффект кружева или как-то еще, но, мне кажется, вот эта восьмерка, она толстовая, грубовато, потому что, там, где это вышло крестиками, или там одну нить, вот здесь боксич, это все очень ажурно выглядит, а когда перле, здесь, вот здесь, грубовато, вот так, конечно, интересно, надеюсь, что до нового года я успею текст перенабрать, вышить и уже пришить бисер, бусины и шарм, в принципе, осталось самое интересное, ну, опять же, в тексте упирается, да, что ему надо перенабрать, уместить, посмотреть, как там все это получится, хорошо выглядит, я доволен тем, что получается, не жалею, что я поменяла основу, не жалею, что я начала, потому что это, иногда бывает так, единственное, что я вам говорила, по-моему, да, что у меня, в моем паке, сейчас вам покажу, там вот эти белые бусины, бисер, который, а именно бусины, они некоторые бракованы со ржавчиной, вот видите, ну, короче, надо выбирать, я думаю, что должно мне, вроде бы, как хватить, в крайнем случае, заменю, но вообще, так смотрите, ну, будьте аккуратны, будете пришивать, вы видите, да, если у вас такой есть, так, это у нас был джаз нэм, который, я вот надеюсь, что у меня в ближайшее время завершится, также, из основных процессов, которые у меня на пяльцах, которые я вышиваю за столом под лупой, тоже я ничего не снимала, с пялец, они вот как есть, это, 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 как называется, без корню от Марии Потапенко, вот так вот, выглядит, вот такая вот без корню, должна получиться, она, я называю, без корню для тюремовочки, она на стульках, маленькая девочка, это вам даже передать не могу, но стандартные ножницы, да, вот так это выглядит, она прям совсем крохотулечная, вышивается на воду, нить на сороковом каунте, мне даже еще иголку тут не убрал, вышивается непросто, потому что это очень мелко, но очень здорово получается, уже начало темнеть, и слишком контрастно, как видите, я пришила кусочки ткани к старому льняному полотенце, чтобы можно было натянуть и вышивать, вот одну половинку в сторону я вышила, тут осталось только пришить бисер, но я не стала пришивать его, в конце я уже все пришью, ну, во-первых, чтобы не потереть интерес, а во-вторых, чтобы нитка не цеплялась за выпуклости эти, чтобы было несложно, кропотливая работа, то есть вот эту правую часть я вышивала, ну, наверное, дня 4, наверное, хотя казалось бы, ну, что тут вышивать, но из-за того, что очень мелко, кропотливо, это про надо посидеть, но мне нравится, что получается, я прям в восторге, я все время, знаете, вышиваю эту сторону, а вот так пальцем тут наглаживаю, приятное ощущение, что хотелось тут отметить, значит, в наборе шел металлик, значит, написано кренник, блендинг, теломент, вот у меня его сколько осталось, это осталось после вышивки одной стороны, на вторую сторону, возможно, не хватит, но дело в том, что у меня были очень большие хвосты, потому что им вышивать очень сложно, что я вам покажу, он сразу же, вот видите, что-то даже в иголку не вставил, он, металлик, он распадается на две части, так, то есть, вы поймете, здесь основная часть полупрозрачная, как леска, а вторая, это плоский металлик, конечно, он выглядит очень красиво, он выглядит в одной нить очень объемно, не видно, да, но им вышивать очень сложно, он у меня все время расслаивается, и я хоть делаю очень маленькие отрезки, отрезаю, но большой расход у меня получился, и поэтому я побоялась, что мне не хватит на вторую часть, я взяла вот такой вот у меня есть металлик, я его купала в магазине Лепты, тоже вам рассказывала, у них есть металлики разной толщины, вот этот тоненький, где он стоит, посмотреть кусочек, крайне могу найти, но он скрученный, видите, он тонкий, но он скрученный, и поэтому вышивать гораздо удобнее, он отличается по цвету, сейчас, конечно, я не смогу это передать, вот который мой, да, он более темный, этот более светлый, но так как это будут металлики на двух разных сторонах, там, даже если вы знаете об этом, вы будете присматривать, это еле заметно, вот эти оттенки, вот посмотрите, с правой стороны он более светлый, более холодный, да, с левой стороны металлик, он более, ну, бронзовый, что ли, более желтый, вообще, я считаю, что это не принципиально, тем более, эти стороны друг от друга немножко отличаются, там, тут сетка еще появляется, поэтому я думаю, что это не принципиально, но моих нервов не хватило вышивать вот этим, вот эти металлика, я не умею с ними обращаться, может быть, есть какие-то хитрости, но так как я ими не владею, мне было сложно, не так еще достаточно количественных, в принципе, немного, но так как вы вышиваете в одну нить, единственное, что у меня некоторый, какой-то один цвет расслабился, я не знаю, с чем это связано, то ли потому, что я вышиваю на 40-ом каунте, каунте, толще, там переплетение поближе друг к другу, но это, кстати, ты никогда не страховала, такое бывает, может быть, это брак на производстве, у меня такое случалось, иногда, поэтому тут никаких претензий к производителю, к дизайнеру, к репотатингу, ну, бывает такое, все остальные цвета нормально, очень хочу его завершить, я его не снимаю с пялец, не снимаю со станка, пока не завершу, потому что, если я сейчас отложу, то отложу на долго, а хочется его завершить, это, значит, мой второй основной процесс, и еще один основной процесс, у меня их почему так много, потому что, в зависимости от того, где у меня есть возможность повышевать, за столом, на диване, в машине, и, соответственно, меняется и сам процесс, например, без корней, я его могу вышивать только за столом, под лупой, вот этот процесс, я могу и в машину взять, и на диване, да, когда мы, мы сможем смотрим какой-нибудь фильм, я взяла в работу Калиду от Свинтаны, начинала я прошлой зимой, думала, буду вышивать по месяцам, но по месяцам у меня не пошло, не знаю почему, хотя я про вспоминала, периодически доставала, мне хотелось этот процесс до вышивания, но вышивать, но вот почему-то не шло, вот сейчас я уже почти добираюсь до середины, еще не середина, но я уже близка к этому, значит, что у меня на момент, когда я взяла эту работу, у меня было отшить раз, два, три, четыре квадрата, вот сейчас я отшила уже третий вышиваю, кажется, что немного, да, но на самом деле здесь много крестиков, потому что рамки, вот эти все названия месяцев, это все зашивка такая достаточно плотноватая, тут немало крестиков, да, это очень обманчивое впечатление, вот, пока вышиваю, как получится, когда я его там завершу, я планирую зимой завершить, а, ну, то, я планирую, то, что случается, всегда это совпадает, напомню, я вышиваю его итальянским шелком, вот так я его отрезаю от бобин, потому что небольшие от мотков, и навешиваю на, перламутровая такая есть, ну, что-то подвес, да, сюда, и беру в дорогу, и еще у меня, там, 4 цвета, мулиная шелка, не мулиная, а пряжа, и один цвет, тоже вот из магазина Лептаметаллик, серебристый, тоже им хорошо вышивают, он, комфортные, вышивки, его здесь, вот, вот, в этом будет очень много, в этом, вязание, здесь, во льве, нет, сейчас вам не видно, но он блестит, он хорошо, особенно при искусственном освещении, переливается, хорошо он смотрится, рада, что он пролаз, до этого процесса, что он у меня вышивается, что он у меня идет, вот, на выходных, вот, я этот угол закрыла, потому что, где-то надписи не хватало, где-то рамки, вот, уже, видите, уже перешла на нижнюю часть, здесь будет еще центральный элемент, и, то есть, всего, 5 квадратиков, у меня, только пока два внизу, лучше там, это, что у нас, и еще один у меня начался, дорожный процесс, потому что, сейчас у меня, нет дорожного процесса, удобного, небольшого, мне до этого был, Blackbird, горден плавку, но сейчас, что-то мне до него руки, никак не дойдут, я начала, мелхил, ну, тоже, знаете, может быть, руки не дошли, потому что, хочется зимних дизайнов, начала, мелхил, вот, такую вот, шишку, вышиваю я на бумаге, вот в таких вот пяльцах, неокрафт, летом, по-моему, купила, использую магнит из набора, чтобы схему, вот так вот, цеплять, несколько недельных, лежал новый, в сумке, все мне некогда было, а тут мы, значит, ездили к логопеду, с младшим сыном, и вот там, когда я, ждала его, знайте, я начала, вышивается, здесь, в три нити, по схеме, я так и вышиваю, потому что на бумаге, мне нравится, когда здесь поплотнее крестики, попухлее, да, когда не закрывают, здесь отверстие, крестики, хорошо смотрятся, вот, нет, треники несложно вышивать, нормально, и вот, беру с собой такие, ножнички, они хорошо используются, конечно, битера уже буду пришивать дома, но у меня все в пакетике лежит, чтобы не потерять, вот, это все те процессы, которые у меня, сейчас в работе, конечно, мне хочется, начать, все я, уже месяц, не как, хочу, но никак не начну, мадам ля фе, не знаю, может быть, даже и перегорю, не буду начать зимний процесс, а может быть, значит, ну, не знаю, посмотрим, зимнюю подушку, и еще у меня в планах, тоже это было неожиданно для меня, что у меня появились такие планы, дело в том, что я купила у Сан-Флауру такую вот рамку, рамку по типу Милхилл, значит, девочки Сан-Флауру сделали свой вариант, я когда увидела на сайте, мне она очень понравилась, я сразу же купила, и думала, и думала, ну, пускай лежит в запас, но дело в том, что у меня где-то месяц назад прикупились два набора, опять же, под влиянием Ани, она делает там вышивку одну, вот такой она уже вышла, по-моему, и так как мы эти наборы попались по очень хорошей цене, меньше чем 1800 рублей, по нынешним временам, это очень хорошая цена, я не помню, где я покупала, по-моему, один на озоне, другой, в каком-то магазине, не помню, где, не буду врать, здесь у нас керамические пуговицы еще, вот, не собачка, вот, я думала, или их вышить рядом, такую вот в одну рамку, да, зимний такой, дизайн, чтобы был, ну, то есть, родители на катке, дети снеговиков лепят, в принципе, все логично, но почему-то, вот сейчас мне захотелось, вот этих детей, вот сюда, вышить, в эту рамку, мне кажется, это будет очень хорошо смотреться, прям, на ткани тоже, вышлю, я думаю, что это хороший вариант, да, нет, что скажете, или все-таки на то вместе, на одном куске ткани, вот это вышить, два дизайна, потом в одну такую рамку, сомнения, меня терзают сомнения, ну, короче, мне так понравилась эта рамка, что мне хочется сюда что-то, какой-то зимний дизайн, вы что-то мне просто так много, поэтому я вот выбираюсь из этих двоих, что вы думаете по этому поводу, что вы мне посоветуете, ну, на этом, наверное, все, буду ждать ваших советов, ваших отзывов, на те процессы, которые я сейчас вышиваю, и увидимся в следующих видео, спасибо, что досмотрели это видео до конца, приятно было вам все это показать и рассказать, услышите ваши, прочитать ваши комментарии, до новых встреч, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok